Добрый день уважаемые коллеги. Сегодня мы начнем цикл видео про ЛПО 1В. Первое видео является обзорным. В нем мы рассмотрим возможности которые есть у ЛПО 1В, зачем оно нужно и где применяется. Второе видео расскажет про готовые конфигурации. В третьем видео мы поднимем вопросы записи новых конфигураций, сохранения и распространения. Приятного просмотра. В этом видео мы рассмотрим основные возможности нашей панели, применение, монтаж и работу и управление. Начнем со основных возможностей. Эта панель позволяет дистанционно управлять частотными проразователями по ЧВ 1 и 2. Она содержит готовые конфигурации, которые можно изменять в режиме оффлайн. В зависимости от места применения данная панель может работать на расстоянии до 150 метров. ЛПО 1В поддерживает отображение скорости, а также индикацию аварий. Применение панели находят в задачах с трудным доступом к оборудованию, задачах где часто требуется перенастраивать частотный преобразователь, а также они могут использоваться как обычный дистанционный пульт. Монтаж этой панели предельно прост. В слот по стандартную локальную панель оператора мы вставляем нашу обновленную панель ЛПО 1В. Эта панель также хорошо работает и в шкафу. Давайте посмотрим. Не стоит переживать, что для работы с частотными преобразователем нам каждый раз будет необходимо открывать шкаф. Для работы с панелью ЛПО 1В нам необходимо любое смарт-устройство с операционной системой iOS или Android. В нашем случае это iOS-устройство. Для начала включим частотный преобразователь. Теперь нам необходимо подключиться к сети, которая раздает эта Wi-Fi панель. Название выглядит следующим образом. Далее нам требуется зайти в сам мобильный конфигуратор. Заходим. Здесь необходимо выбрать Wi-Fi ЛПО. Далее нажать подключиться. И мы увидим, что включение прошло успешно. Далее нажимаем кнопку меню. Здесь мы можем видеть настройки ЛПО, управление по ЧВ, параметры и архив конфигураций. Переходим во вкладку управления. Вкладка управления дублирует панель нашего частотного преобразователя. Здесь мы можем переключать режимы управления с ручного на дистанционный и останавливать наш привод. Также изменять скорость. Давайте посмотрим, как это работает. Как можете наблюдать, скорость привода изменяется. Как видите, все достаточно просто. Если у вас остались вопросы, мы будем рады ответить на них по адресу support.sobakoven.ru. А также все детальные информации вы можете найти на нашем сайте oven.ru. Всем удачи, всем пока!